Гесарская порода овец сложилась на территории Таджикистана много и много веков назад и была названа по имени долины, в которой она разводилась больше всего. Это Гесарская долина Таджикистана. Гесарская порода овец характерна тем, что набирает свой вес и не теряет его на подножном корме, проходя между летними пастбищами и зимними стоянками до 500 километров, а иногда и больше. Вот здесь мы видим, как оттара овец Оригарского района возвращается с летних пастбищ через перевалы. И вот мы видим, что овцы набрали вес достаточно большой. И здесь вот кучкары для нас отгоняют. Ну и как раз момент того, что мы видим, что вот этот вот кучкар набрал хороший вес и находится в очень хорошем состоянии. В Таджикистане гесароводство всегда было в приоритете, о чем свидетельствует и фильм 78-го года, отрывок из которого мы предлагаем вам посмотреть. ...помяк социальным показателям гесарская порода овец. В настоящее время в республике имеется свыше 300 тысяч гесарских овец. Сытаком партии и правительство Таджикистана поставило задачу в ближайшие годы увеличить поголовье таких овец до 500 тысяч. Гесарская овца самая крупная в мире. Она отличается значительными размерами, большим выходом качественного мяса, фурдочного сала, исключительной отзывчивостью к нагулу и от форму, хорошей приспособленностью к длительным перегонам в горных условиях. Самое передовое хозяйство по разведению овец этой породы в Таджикистане – племзавод Гесар, где имеется около 40 тысяч овец. По 170-180 килограммов весят племенные бараны, а самые крупные – до 190 килограммов. Селекционно-племенная работа на племзаводе Гесар ведется по планам Таджикского научно-исследовательского института животноводства и Овце-Прома Министерства сельского хозяйства Таджикистана. Научные исследования осуществляются институтом, возглавляемым кандидатом сельскохозяйственных наук Садыром Парсихановым. Передовые чабаны племзавода, обеспечивая хороший уход за овцами, получают высокий высот молодняка. Лучших результатов ежегодно добивается передовой чабан «Одил-Ораев», получающий от каждых томаток по 110 и более ягнят. В мае, когда в долинах от жары выгорает трава, овцы перегоняются на высокогорные пастбища, находящиеся на расстоянии 250-300 километров от центральной усадьбы. Высота здесь достигает 2500-3000 метров над уровнем моря. Сложный перегон занимает длительное время, как правило, 25-30 суток. Поднимаясь до зоны субальпийских и альпийских пастбищ, овцы быстро и хорошо нагуливаются. Этому способствует прохлада даже в самые жаркие месяцы, а главное – изобилие зеленого подножного высокопитательного форма. На летних пастбищах в августе проводится бонетировка, качественная оценка овец. Хороший молодняк вырастил в этом году старший чабан Хусейн Турахонов. В этой атаре выделено наибольшее количество овец по группам «Элита» и «Первый класс». Легут гесарских овец два раза – весной в апреле и осенью в сентябре. Только при обильном кормлении гесарская овца проявляет свои выдающиеся мясо-сальные качества. Вот почему на племзаводе «Гесар» заготовке кормов уделяется большое внимание. Ежегодно здесь выполняется полтора-два годовых плана производства грубых и концентрированных кормов. При заготовке, хранении и приготовлении кормов применяются передовые методы. В хозяйстве действуют два АВМ, гранулятор и другие механизмы по приготовлению кормов. Племзавод ежегодно реализует хозяйством Таджикистана и Узбекистана по 2-3 тысячи племенных животных. За последние годы завод неоднократно завоевывал призовые места по результатам племенной работы и награждался дипломами и премиями ВДНХ Союза СССР. В хозяйстве вопросом выращивания племенных баранчиков уделяется большое внимание, для чего во время отбитки хатматов выделяются более ценные животные, которые ставятся на улучшенное кормление и содержание. На второй год средний вес реализуемых племен баранчиков достигает 90-95 килограммов. Больших трудовых успехов добиваются по выращиванию племенного молодняка старшие чабаны Аввал Сунхиев и братья Аваз и Охак Алимардановы. Главной задачей племзавода является выращивание и реализация высокоценного племенного молодняка. Вместе с тем, хозяйство производит значительное количество мяса. Животных, не имеющих племенной ценности, выбраковывают и ставят на отформу, после чего и сдают на мясо. Средний вес сдаваемых баранов составляет 140-150 килограммов, маток 70-80 килограммов и молодняка 40-50 килограммов. Мясо и сало гесарских овец отличаются высотними вкусовыми качествами. Убойный выход отформленных овец достигает 68%. Вес туши с курдючным салом достигает 85-95 килограммов. При этом около 30% приходится на долю курдюка. Ну, как ясует из фильма, в Таджикистане гесароводство всегда было поставлено на высокий уровень, на высокой ноте все происходило. Ну и сегодня, сегодняшний Таджикистан независимый, поголовье овец гесарских абсолютно не отличается от тех, которые были тогда в Таджикистане. Вот мы видим их по этим маткам, например, посмотрите. Это тоже снималось на высокогорных пастбищах, уже когда матки возвращались с летних пастбищ обратно. А вот эти кадры свидетельствуют о том, что Институт животноводства Таджикистана продолжает целенаправленно заниматься гесарской породой. Это мы видим гесарскую отару, гесарских овец Лужиебруема Бобоколонова, который является сотрудником Института животноводства Таджикистана. Он кандидат наук, его тоже большое внимание уделяет породности, чисто породности гесаров, о чем свидетельствует высокое качество его поголовья. Также производится и бонетировка, также производится отбор овец по классам. В данном случае мы видим это весенний перегон. Здесь овцы находятся, это Ляур, то есть это район Рудаки. Здесь мы видим овец, которые вот только-только вышли с зимних квартир, как говорится. Прошли зиму всю, прекрасное поголовье ягнят, очень качественное. И при всем при том, что вот весна только как бы находилась в разгаре, состояние овец достаточно приемлемое. Здесь мы видим, что вот сам ОДЖИ ГРОНБУКОЛОНОВ занимается тем, что здесь как раз производится гельминтинизация овец. И тут же производится обмер Кучкара, который вот здесь показал 98 сантиметров. И это при том, что он еще, как говорится, не набрал весь свой вес. Это Кучкар 4-5 лет. Вот показатели такие. То есть мы видим, что качество гельминтизанских овец в Таджикистане нисколько не падает. Нельзя говорить, что улучшать породу, нельзя, как говорится, улучшить и так уже лучшее. Но вот то, что овцы не падают в качестве, это однозначно. И мы видим, что к этому делу в Таджикистане относятся очень серьезно. Посмотрите, вот еще тоже один молодой Кучкар измеряется. Этот 93 сантиметра вышел по обмерам. Но и то, это, как говорится, состояние такое ненагуленное. Вот когда овцы нагуляют вес, тогда, конечно же, к этим размерам прибавляются еще дополнительные сантиметры. Но самое главное, опять-таки, в гесарской породе овец, то, что они нагуливают свой вес на подножном корме. Вот такие вот эти красавцы, вот эти вот великаны, они все время находятся на подножном корме. А вот уже осенью возвращаются, и вот здесь мы видим процесс бонетировки тоже. Вот такое вот поголовье, это рабочие, как говорится, кучкары, рабочие бараны, которых отбирают на племя. Вот мы здесь видим воочию, что в Таджикистане поголовье гесарских овец присутствует в огромном количестве. То есть, фактически, в районах разведения гесарских овец поголовье выросло вам многократно. Здесь мы видим гесаров и рыжих, и бурых, и темно-бурых, и черных также. И вот это вот рыжие гесары. О чем это свидетельствует о том, что в Таджикистане к гесароводству относятся очень серьезно. И существует непрерывная связь с теми временами, когда в Советском Союзе, вот и в Таджикистане в том числе, в Советском Таджикистане отдавалось предпочтение гесарской породе овец. И как ясует из фильма, кучкары, племенные бараны отправлялись и в Узбекистан для улучшения породности. Что, думаю, продолжится и в будущем, потому что в Узбекистане, а сейчас уже и в соседних республиках Кыргызстана и Казахстана, очень заинтересовались этой породой. Этой породой интересуются также и в России, во многих кавказских республиках. Очень большой интерес проявляет. И вот здесь мы видим, это атара Гесарского района, Оджимирзу Карима Мирзу Рахимова. Вот он здесь сам присутствует. Вот это один из кучкаров, на примере которого Оджимирзу Карим показывает породные качества стандарта гесарской овцы. Вот он говорит о том, что курдюк должен быть вот именно такой формы. Весь, то есть ноги должны быть крепкие у гесарской овцы, должны быть крепкие копыта, должен быть у него ровный уровень, у него вот должна быть такая вот голова правильной формы, грудь выпирать. Это все отличительные черты гесарских овец. Вот. Так что опять-таки это говорит о том, что потомственность сохраняется в Таджикистане, гесароводство на убыль не идет. И дай бог будет продолжаться в том же духе. И вот напоследок кадры как раз-таки вот это гесарская отара, отара гесарских овец, пасется в пойме реки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok